Готовая библиографическая коллекция. Так оценивает список исчезнувших из музея книг букинист Иван Турецкий. В перечне из почти сотни раритетов указывает на особо ценные. Апостол Соболя? Вот это частное издательство киевское. Это очень редкое издание. Оно дорого стоит. В списке знаменитый львовский апостол, первопечатника Ивана Фёдорова, изданную в XVI веке после вынужденного переезда Фёдорова из Москвы книгу, считают первой украинской печатной книгой. Цена последнего апостола, который выставлялся на продажу – 300 тысяч долларов. Купил, по данным коллекционеров, Виктор Медведчук, который, собственно, и не скрывает наличие книги в своей коллекции. Так называемый некомплектный экземпляр всего из нескольких листов есть и у лидера фракции Петра Порошенко Верховной Раде Игоря Грынева. Ещё один экземпляр апостола нашли забытым в гараже президентской резиденции Межигорье после бегства оттуда Виктора Януковича. Большинство же пропавших изданий – недорогие и тиражные служебные церковные книги 17-18 столетий. Их собирали, поскольку нужно было формировать фонды нового музея. Музей книги всегда был обделённым по сравнению с другими львовскими музеями. Сначала он находился в монастырской церкви, где, собственно, и работал первоиздатель Иван Фёдоров. Потом книги и останки Фёдоровы оттуда вывезли и на многие годы спрятали в подвалах Львовской картинной галереи. Новым помещением для музея стал вот этот кирпичный корпус, оставшийся после неудачной попытки прокопать в центре Львова туннель для подземного трамвая. Тут не было нормальных выставочных залов и системы охраны. И со временем особо ценные книги, тот же «Апостол», заменили копиями. Оригиналы перенесли в подвал, в закрытые фонды. Доступ туда был ограничен, а проверки не проводились 16 лет. Проверка в июне прошлого года ничем не закончилась, потому что документально она не была оформлена. На самом деле это листок бумаги, который ничего не значит, с подписями трёх работниц музея, которые сами себя проверяли. Так быть не может. Главный хранитель этого не подписал, и тогдашняя директора госпожа Разенкова этого тоже не подписала. Очевидно, они понимали, что речь идёт совсем о других вещах, а не о реальной сверке. Тарас Возняк возглавляет галерею лишь несколько месяцев, но и он, и главный хранитель фондов Игорь Хомен уверены, книги пропадали в течение многих лет и точно не без участия кого-то из работников. Представьте себе, что вор заходит в фонды хранилища. В России стоят сотни старопечатных книг, которые не выглядят как книги. Они стоят в специально сделанных коробках, на которые нанесён только инвентарный номер. То есть можно взять десятки книг, которые стоят дешевле, чем одна, которая стоит где-то среди них. Это значит, что всё делалось специалистом. Сейчас музей книги закрыт для посещения и опечатан, его хранители отстранены от работы. На днях комиссия начала проверку фондов, где хранятся старопечатные книги на латинице и графика. В Министерстве культуры Украиной ситуации обеспокоены, но не хотят делать какие-либо выводы до 1 марта. Тогда должна закончиться полная сверка фондов одного из самых больших музеев Украины. Ирина Сандуляк, Олег Шмидт. Настоящее время. Украина. Львов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова